Хоть умри, в селах убивают медицину. Жители шести сел Кировоградской области останутся без стационара. Кто додумался до такого и ответит ли за это наши корреспонденты? Подробнее. Село Тишковка, от райцентра 30 километров. Добраться туда проблема. Автобусы ходят только до обеда. Единственный стационар на шесть сел закрывают. Пять тысяч человек остаются без медицинского обслуживания. За четыре года бездарной реорганизации медицины рассказывают люди из полноценной больницы. Сделали амбулаторию, сократили медперсонал и теперь вот и этого лишают. Люди возмущены. Мы обратились и на месте, и в районную работу, и в областную. И писали заявки, и прохания. И Министерство охороны здоровья, и Кабинет министров, и до премьера. На листе нашей ответственности так и не было. Оказывается, закрывают больницу по указу Минздрава. Вот он напечатан в местной газете, рассказывает в рай больнице, который подчиняется амбулатория. Оппозиционеры решение проблемы видят в том, чтобы оставлять деньги на местах. Закрытие фельдшерско-кушерских пунктов, в народе их называют ФАПой, это просто преступление. Потому что село, если там нет ФАПа, если там нет школы и нет пункта связи, то это село жить не будет. И сегодняшнее правительство, оно вообще не понимает, что происходит внизу. Пиаря сегодня на многомиллионной стене, выбрасывая практически деньги, которые нужно направлять вниз, вот туда, в село, где живут люди, это просто преступление. И это правительство должно просто самоиллюстрироваться и уйти в отставку. Альтернатива такая, децентрализация власти, сегодня первичный базовый уровень. Это село и город. То есть все налоги, которые остаются, должны оставаться внизу. А это и развитие села, и развитие медицины, и развитие образования. Иначе люди просто бросят свои малые родины и пополнят ряды в безработных городах. Кто-то об этом думает? Елена Пасечник, Андрей Кровец, телеканал Интер, Кировоградская область.